Вопросы трудоустройства молодых специалистов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья обсудят завтра в Хабаровске во время специального телемоста. Подобные тематические конференции ежегодно проводятся ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов, который работает на базе Тихоокеанского государственного университета. В этом году к мероприятию присоединятся их коллеги из Вятского и Тименского госуниверситетов. Телемост будет посвящен реализации региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, создании условий для полноценной интеграции людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в общество, возможность получения ими качественного образования и трудоустройства. Это одни из важнейших задач по созданию равных возможностей и важных критерий развития современного общества. Эта работа требует большой совместной работы власти, образовательных организаций, центров занятости и работодателей. В разных регионах свои программы обмен лучшими практиками позволяют улучшить эту работу, делать ее более эффективно. Как обстоят дела в нашем регионе? Что меняется в карьерном сопровождении выпускников с инвалидностью? Обсудим в студии Татьяна Луковенко, директор ресурсного учебно-методического центра по обучению людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья ТОГУ. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот вообще современное инклюзивное высшее образование это что? Что оно в себя включает? Сегодня мы понимаем, что современное высшее инклюзивное образование это прежде всего такая форма обучения, которая позволяет людям с инвалидностью получить образование независимо от тех особенностей, которые у них есть. Психологические, психофизические и так далее. То есть это полноценное обучение людей и делается все для того, чтобы люди вообще не чувствовали, что у них есть какие-то ограниченные возможности здоровья? Конечно. Это создание условий специальных, чтобы те, кто имеет какие-либо особенности ограничения в развитии, могли получить высшее образование наравне со всеми остальными. Ну вот образование получили. А что касается вопроса трудоустройства, вот какое-то сопровождение есть у выпускников? Конечно. На самом деле это вопрос стоит не только от трудоустройства. Все начинается гораздо раньше. Начинается все с профориентации и правильного выбора специальности. На самом деле у нас в Хабаровском крае делается очень много. Ресурсный учебно-методический центр разработал несколько программ, в том числе и программу ранней профориентации, которая начинается буквально с дошкольных образовательных организаций для деток, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Потом это прежде всего, конечно же, работа очень большая. Идет с выпускниками школ. Те, кто имеют ограниченные возможности здоровья, имеют инвалидность, для того, чтобы они могли правильно подобрать ту специальность, по которой они в дальнейшем бы хотели трудоустроиться. Ну и, конечно же, затем это выбор учебного заведения. Ну и в последующем, когда они уже поступают, вот если мы сегодня говорим о высшем образовании, то с первого курса, когда они уже становятся студентами высших учебных заведений, это работа, которая способствовала бы эффективному трудоустройству. И не только трудоустройству, но здесь же мы еще подразумеваем, что выпускник, трудоустроившись, должен закрепиться на рабочем месте. То есть он должен остаться полноценным сотрудником. Вот у меня вот есть запись, получается, и я считаю, что у нас есть региональная программа сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Вот о ней расскажите немного. Да, у нас на территории Хабаровского края реализуется программа сопровождения лиц с инвалидностью молодого возраста при получении образования, при профессиональном обучении и содействии дальнейшему трудоустройству. На самом деле ресурсно-учебно-методический центр, он участвует во всей этой программе. И непосредственно есть несколько пунктов, которые закреплены за ресурсно-учебно-методическим центром. Мы принимаем активное участие, вот как я вам сказала, в профессиональной ориентации лиц с УВЗ инвалидностью. И несколько, скажем так, мероприятий, которые мы взяли на себя в плане дальнейшего трудоустройства и сопровождения лиц с УВЗ инвалидностью. Ну что можно на сегодняшний день сказать? У нас на территории Хабаровского края очень хорошо организована и осуществляется работа по, скажем так, предварительному трудоустройству студентов с инвалидностью, скажем так, для дальнейшего их трудоустройства. Это прежде всего правильный подбор организаций, где студенты проходят практику, студенты с инвалидностью. И во многих организациях готовы их оставить и трудоустроить, как они получают, только как получат диплом. И на самом деле это показало свою эффективность, потому что студенты с инвалидностью не так часто обращаются в центр занятости для того, чтобы их трудоустроили. То есть они уже на момент окончания ВУЗа имеют место работы. Либо кто-то из студентов готов продолжить дальше обучение в магистратуре, например, и потом уже будет рассматривать вопрос трудоустройства. Как вариант, у нас существует несколько мероприятий, которые у нас уже стали ежегодными, традиционными, можно так сказать, способствующие трудоустройству студентов с инвалидностью. Ну, это прежде всего день карьеры. Очень много ведется цикл мероприятий, которые направлены на то, чтобы рассказать студентам, показать, где-то даже практически осуществить юридические вопросы сопровождения трудоустройства. Ну, то есть вот эти вот все мероприятия, они способствуют тому, что студенты с инвалидностью, они не выходят просто так на рынок труда в поисках работы. Они уже к моменту окончания ВУЗа, как правило, имеют место работы, либо трудоустраиваются сразу по получению диплома. Ну, насколько я знаю, комитет по труду, центры занятости, они тоже очень активно участвуют в этой схеме, поддержке, сопровождении трудоустройства, и с их стороны есть поддержка. Мы очень активно работаем с комитетом по труду Хабаровского края. У нас мероприятия ежегодно проходят в течение первого и второго семестра, то есть осенний-весенний семестр. Вот в этом году у нас мероприятие запланировано, вот как вы сказали, завтра мероприятие будет на декабрь месяц. К этому мероприятию мы готовимся очень долго, как я говорю, примерно вот в течение полугода идет работа. И завтра на мероприятии мы планируем показать опыт Хабаровского края. Наш совместный опыт – это работа на самом деле ни одного ресурсно-учебно-методического центра. Это комплексная работа, работа центра занятости, комитета по труду. То есть показать межведомственное взаимодействие, которое осуществлялось на протяжении вот этого 2021 года по работе со студентами и с выпускниками с инвалидностью. Вот есть сегодня, благодаря высоким технологиям, да, а завтра, я напомню зрителям, в режиме телемоста будет происходить все мероприятие, есть возможность межрегионального взаимодействия, и поэтому завтра на телемост приглашены участники из других регионов. Вот такое взаимодействие, вот такой вот опыт, что даст нового нам? Этот опыт, мы думаем, что, в принципе, нам позволит расширить не только географию в плане обмена опытом, но завтрашнее мероприятие, как вы сказали правильно, благодаря цифровым технологиям, завтра к нам будут присоединяться полностью все регионы Дальневосточного федерального округа. Они нас активно, в принципе, поддерживают ежегодно в этой работе. Ну и кроме всего прочего, к нам завтра присоединяется, вот вы сказали, Вятский государственный университет, Тюменский государственный университет. То есть завтрашний обмен опытом, что делается в каждом регионе, вот в плане трудоустройства лиц с инвалидностью, нам, я думаю, позволит выйти на какой-то новый уровень. То есть нельзя сказать, что сегодня у нас все это очень хорошо и эффективно. Мы можем добиваться более качественных и положительных результатов. И я думаю, что вот совместная наша завтрашняя работа приведет к тому, что, во-первых, здесь будет прослежено опять, как я вам сказала, межведомственное взаимодействие разных структур в решении этого вопроса. На сегодняшний день это очень актуально и важно, потому что вы правильно сказали, это наиболее одна из социально значимых тем нашего общества. И второе, что это не просто слова, а действительно, это будут те мероприятия, которые мы сможем запланировать на 2022 год, для того, чтобы эта работа, как я вам сказала, стала у нас еще более действенной. И, кроме всего прочего, мы не должны забывать, что на завтрашнем мероприятии у нас же будут принимать участие и общественные организации, и работодатели, которые непосредственно тоже заинтересованы в данном вопросе. Ну а если в целом говорить, что даст нам это мероприятие, прежде всего, мы надеемся на то, что это мероприятие позволит нам больше трудоустраивать инвалидов, и, в принципе, мы нельзя сказать, что глобально нацелены, но, тем не менее, каким-то образом нам нужно сократить отток, в том числе и людей с инвалидностью с территории Дальневосточного федерального округа, с Хабаровского края. Ну вот, если, допустим, у кого-то из зрителей возникли какие-то вопросы, можно к вам в центр обратиться за консультацией? Конечно, спасибо. У нас есть горячая линия, телефон горячей линии 8 800 250 1952. Колл-центр работает у нас в режиме работы ТОГУ, ну то есть получается 8 30, 17 30, и мы готовы ответить на все вопросы. Нам поступает очень много звонков, мы консультируем абсолютно всех. В основном, конечно, вопросы касаются поступления, выбора специальности, но и есть вопросы, связанные с обучением и дальнейшим трудоустройством. Спасибо большое. У нас в гостях была Татьяна Лукавенко, директор ресурсно-учебного методического центра по обучению людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья ТОГУ.